Приветствую тебя, друг друг, на связи Павел Чернышов и я представляю твоему вниманию отчет по работе с Райт-роботом за 16 месяцев то есть уже 16 месяцев я работаю с Райт-роботом давайте же посмотрим, какие результаты мы имеем на сегодняшний день Хочешь узнать, как мои подписчики зарабатывают по тысяче халявных рублей каждую неделю всего лишь навсего? просматривая два видеоролика в неделю на моем YouTube-канале если твой ответ да тогда подробности по ссылке в описании Итак, внимание на экран я нахожусь в своем личном кабинете на сайте Райт-робота и давайте смотреть на цифры что мы сегодня здесь видим а видим мы сегодня то, что стоимость моего портфеля на текущий момент составляет 66 408 рублей это говорит о том, что за 16 месяцев я заработал уже 120% прибыли начал я работать с данным инструментом в марте 2019 года вот она была точка старта 27 марта 2019 года на текущий момент, когда я записываю этот видеоролик у нас на дворе стоит 14 августа 2020 года то есть если посчитать по месяцам то это получается 1 год и 4 месяца либо 16 месяцев то есть за это время с 30 тысяч рублей мой портфель вырос до 66 407 рублей давайте откроем калькулятор и посчитаем в проценты сколько же это получается считать будем по обыкновенной пропорции то есть 30 тысяч рублей 100% 66 тысяч рублей х процентов соответственно 66 408 мы умножаем на 100 и делим на 30 тысяч получается 221% отнимаем 100% и получается 121% то есть за 16 месяцев я заработал на фондовом рынке при помощи этого инструмента 121% и это ребята не форекс то есть на форексе такие проценты реальны на фондовом рынке это что-то сложно прогнозируемое и скажем так редкие случаи но мы видим что с райд роботом можно зарабатывать вот такие вот проценты на фондовом российском рынке причем он работает ну с акциями российской компании вот мой портфель на текущий момент золото ЦМТ Россети НКХП Н ну в общем сами видите тут аббревиатуры сокращения этих компаний Форс Агро и так далее то есть мы видим что на текущий момент как бы это акции реальных компаний это не что-то там выдуное сверху это реальный российский фондовый рынок реальные компании реальные бумаги и вот на этих бумагах он заработал он из-за 16 месяцев 120% прибыли и это ну на мой взгляд это что-то фантастическое для фондового рынка потому что насколько я знаю ну на фондовом рынке можно неплохие проценты зарабатывать но они как правило меньше в разы чем на рынке Форекс здесь же мы видим что 121% за 16 месяцев теперь давайте 121% разделим на 16 это получается 7,5% в месяц то есть усредненный показатель 7,5% в месяц и это ну это хорошая доходность это хорошие результаты и больше тут добавить нечего вот поэтому как говорится Райт Робот не перестает меня удивлять и на растущем фондовом рынке как мы видим он зарабатывает просто отличнейшие проценты отличнейшую прибыль итак давайте посмотрим еще раз на график вот мы видим что у нас было в марте месяце перед обвалом фондового российского ну и собственно американского рынка у меня портфель оценивался в 46-47 тысяч рублей вот она этот был момент после обвала в самый пик это было примерно 17 марта мой портфель составлял 37 тысяч рублей ну то есть с 47 он упал до 37 то есть на 10 тысяч рублей но после этого с 37 тысяч рублей вот с марта месяца он вырос до 60 ну вот мы видим в текущий момент до 66 тысяч то есть ну как говорится аплодисменты и больше тут ничего не добавишь и не скажешь потому что результат на самом деле очень и очень крутой и честно говоря я не ожидал от Райт Робота таких результатов да и вообще не ожидал что фондовый рынок будет еще расти там вот эти 6 месяцев то что с марта мы видим но мы видим рынок начал отрастать и Райт Робот запросто отбил это мартовское падение и еще сверху заработал нехилую прибыль вот поэтому инструмент однозначно стоящий инструмент однозначно интересный и с ним нужно работать другой момент когда входить в этот инструмент мы видим то что сейчас фондовые рынки опять у нас перегреты находятся на хаях растут несмотря на все экономические негативные показатели вот и ну и в общем опасно входить на текущий момент в этот рынок вот я не стал выходить из этого инструмента в марте месяце либо в начале года потому что ну по сути это эксперимент у меня был я просто хотел посмотреть как этот робот будет работать на падающем фондовом рынке и на растущем фондовом рынке который собственно мы и наблюдаем весь 2020 год в начале года было падение теперь растет скорее всего в конце года будет очередное падение будем смотреть насколько сильно все это упадет и просядет но потом скорее всего будет опять восстановление и мы опять будем зарабатывать и на что еще хочется сделать важный акцент при работе с данным инструментом это то что все-таки разработчики здесь не слукавили сказав что когда будет фондовый рынок падать российский то ваш портфель тоже будет падать но не на столь значительно как упадет сам фондовый рынок и второе то что когда фондовый рынок будет восстанавливаться то ваш портфель будет восстанавливаться намного быстрее чем сам фондовый рынок и вот здесь на этом примере мы наглядно видим что это действительно так да наш портфель просел но не настолько сильно он просел когда фондовый рынок российский упал там РТС и индекс ММВБ вот и наш портфель уже вырос на приличную на приличные проценты, хотя сам фондовый российский рынок только вот-вот подходит к отметкам тем, которые были до падения. То есть мы видим, что в этот инструмент намного интереснее получается инвестировать, чем в российский фондовый рынок, чем в российские индексы, потому что здесь больше доходность. Но стоит также учитывать то, что я вот этого робота на этом аккаунте выставил ему максимальный уровень агрессии, максимальный уровень риска. То есть на текущий момент этот робот у меня работает только с акциями, в портфеле нету облигаций. И мы видим, что при максимальной агрессии он зарабатывает отличные проценты, отличную прибыль. Конечно, российский индекс ММВБ, либо РТС, они, наверное, более безопасны, более стабильны, как-то более надежны, чем вот инвестирование вот в эти, может быть, не самые популярные бумаги на текущий момент, да, но, как мы видим, одни из самых доходных, наверное, на текущий момент. Поэтому по доходности здесь Райт-роботу пятерка с плюсом. А вот касательно там ликвидности, надежности, то, возможно, он и уступает как раз таки российским индексом. Идем дальше. Еще один немаловажный акцент, на котором я так бы также хотел бы сделать внимание, заострить ваше внимание, это то, что к минусам инвестирования в Райт-робот я отношу именно то, что этот инструмент рублевый. А рубль это у нас более слабая валюта по отношению к доллару, к евро и другим твердым валютам. Ну и, соответственно, я всегда своих клиентов предупреждаю о том, что рубль, ребята, может просесть по отношению к доллару. И не исключено, что в рублях мы можем заработать, да, относительно доллара мы можем потерять, либо остаться при своих. Такое может быть. Но давайте сравним вот на моем реальном примере, да, сколько мы потеряли на разнице курсов валют. То есть мы видим, что за 16 месяцев я заработал 120% прибыли. Теперь давайте сравним потерю на курсе. Сколько я бы не потерял, либо наоборот заработал бы, да. Переходим на сайт investing.com и давайте посмотрим. Вот сегодня я записываю этот видеоролик у нас 14-17 августа. Вот. И я вошел в этот инструмент. Как когда у нас там дата была? Давайте поднимемся вверх. 29-22 марта 2019 года. Вот давайте найдем здесь на этом графике 22 марта, да. Вот 31 марта, вот 17 марта. Вот у нас была где-то, ну, 24 марта. Пусть будет так. Мы видим, что курс на 24 марта 2019 года был 65 рублей. На текущий момент курс 73 рубля. То есть вот это та разница, которую я потерял на, ну, на соотношении рубля к доллару, да. И теперь давайте в проценты переведем. Сколько же это в процентах я потерял, если бы мои деньги работали в долларах, а не в рублях. И так, значит, опять же считаем по простой формуле. 65 процентов, это, соответственно, 100 процентов, да. И 73, это у нас x. Соответственно, 73 мы умножаем на 100, делим на 65, получается 112 минус 100, получается 12. Ну, то есть 12 процентов я потерял за эти 16 месяцев на разнице курса. То есть если бы мои деньги в Райт-роботе работали в долларах, то я бы заработал на 12 процентов больше. Но, к сожалению, Райт-робот работает только с рублем, только на российском фондовом рынке. Он заточен именно под российский рынок, поэтому тут в долларах никак с ним нельзя работать и приходится работать в рублях. Вот. Ну, сравниваем, да, 12 процентов и 120 процентов. То есть мы видим то, что прибыль, она явно перекрывает вот эту разницу по инфляции. Ну, опять же, может быть потому, что я выставил максимальный уровень агрессии, да, и, соответственно, ну, робот запросто все это отбил, сверху заработал. Если бы мы выставили минимальный уровень агрессии, когда в нашем портфеле были бы только облигации государственные и корпоративные российские, то, соответственно, ну, наверное, мы бы получали где-то 7-10 процентов в рублях, и разница в курсе тогда была бы тоже те же самые там, ну, 10-12 процентов, да, то есть здесь, возможно, мы бы немного пролетели и проиграли бы. Вот. Но при работе с более высоким уровнем агрессии мы видим то, что мы запросто обыгрываем, обходим рынок, точнее обходим эту инфляцию и, соответственно, ну, нам, как говорится, очень даже неплохо мы себя чувствуем. Поэтому при работе с Райт-роботом, при агрессивных и при умеренных рисках, я считаю, что этот инструмент вполне себя оправдывает, и он запросто перекроет те потери, которые будут происходить при разнице курсов валют, то есть за счет инфляции рубля, потому что доходность инструмента очень хорошая. При работе же чисто на низком уровне риска с облигациями тут уже нужно думать, стоит оно того, не стоит, надо оно вам или не надо. Может быть, в самом деле лучше в долларах либо в евро держать, и те же самые 10% годовых ты будешь относительно рубля получать. Для того, чтобы вам начать работать с Райт-роботом, вам нужно первое открыть аккаунт у брокера Финам. Рекомендую открывать аккаунт у брокера Финам по моей партнерской ссылке, которая находится прямо под этим видеороликом. Открыв аккаунт у брокера Финам по моей партнерской ссылке, вы получите от меня лично помощь, поддержку при работе с данным инструментом, советы, рекомендации, когда в рынок лучше входить, когда из него выходить, когда стоит наращивать портфель, когда доливаться, когда сокращать позиции и так далее. Конечно, всего этого можно не делать, можно просто залить и ждать. Собственно, вот тот пример, который вы у меня видите, так оно и было. Я просто закинул 30 тысяч рублей 22 марта 2019 года и больше ничего не трогал. И мы видим, результат отличный. Но если же мы будем прибегать к таким манипуляциям, как доливка на просадках, как вход, когда мы достигнем первого либо второго дна, если мы будем частично сокращать свои позиции перед падением, либо фиксировать текущий результат, то мы можем заработать еще больше. Но, опять же, с данным портфелем я не стал ничего этого делать, потому что тут идет, ребята, чисто тест, эксперимент, как говорится. И я хочу посмотреть, как этот робот работает, когда ты не вмешиваешься в торговлю, ничего не делаешь, а просто закинул и наблюдаешь. Мы видим, что даже при таком раскладе он показывает себя хорошо. А если же мы будем доливаться на просадках, если же мы будем выходить из этого инструмента перед падением, либо сокращать свои позиции и так далее, то я думаю, можем еще даже больше здесь заработать. Ну и, собственно, я рекомендую своим партнерам входить в данный инструмент уже после того, как фондовый рынок очередной раз там просядет хорошо. Вот. Ну и для того, чтобы не пропустить эту удачную точку входа, удачную точку доливки, если вы не выходили из этого инструмента, то вам нужно быть моим партнером и держать со мной, как говорится, связь. Вот. Ну, а мне интересно вам помогать, интересно консультировать, когда вы будете являться моим партнером у брокера Финам. Поэтому регистрируйтесь у брокера Финам по моей партнерской ссылке. Она находится прямо под этим видеороликом. После чего вам нужно будет зарегистрироваться на сайте Райт Робота. Ссылка на официальный сайт Райт Робота находится также под этим видеороликом. Регистрируйтесь там. И далее уже следуйте инструкциям. То есть после того, как у вас будет аккаунт на Финаме и аккаунт на Райт Роботе, у меня на блоге есть подробная инструкция о том, как, собственно, подключить этого робота к вашему аккаунту на Финаме, как его пополнить и так далее. Ну, а своим клиентам мы оказываем персональную поддержку. Мы прямо с ними созваниваемся в режиме онлайна и по шагам их проводим по каждому этапу. Что где нужно сделать, где зарегистрироваться, где что подтвердить, как пополнить. Ну, даем советы, рекомендации, как говорится, ведем от А до Я. Поэтому, я думаю, вам должно быть интересно быть моим партнером, потому что и помощь, и поддержка, и инструкции, и консультации, и советы входа и выхода из данного инструмента вы получаете. Все выше озвученные ссылки находятся прямо под этим видеороликом в описании. Ну, и также они есть в обзоре на моем блоге. Если же у вас остались какие-то вопросы по этому инструменту, то задавайте их в комментариях прямо под этим видеороликом, либо пишите мне сразу в личку, я вам отвечу на ваши вопросы и помогу пройти регистрацию брокера Финамо на сайте Райт-Робота. Проведу вас по всем шагам и сделаем все, как говорится, в лучшем виде. Вот, можете писать прямо в личку и получите все это. Мои контакты находятся также в описании к этому видеоролику и есть на моем блоге в разделе «Контакты». Заходите туда, и там введите все мои контакты, и телеграм, и контакты, и почта, и ватсап, все там есть без проблем. Пишите, не стесняйтесь, я вам помогу, расскажу, отвечу на ваши вопросы. Если вам понравился данный видеоролик, и был он для вас интересен и полезен, то ставьте под этим видеороликом лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы и дальше продолжать получать другие видеоролики по теме Райт-Робота. Я стараюсь регулярно записывать по этому инструменту отчеты о доходности, о своих результатах, глядя на которые вы можете видеть, насколько этот инструмент хороший, перспективный, стоит ли вам с ним работать, ну и сколько здесь можно заработать. Как вы видите, инструмент на текущий момент показывает себя очень и очень хорошо, и мне он нравится, и поэтому я рекомендую своим партнерам однозначно работать с этим инструментом. Может быть не сейчас, но чуть позже, но работать, потому что инструмент себя зарекомендовал с наилучшей стороны, и он мне нравится. Но если вы хотите узнать больше подробно информацию о данном инструменте, то рекомендую вам прямо сейчас нажать на восстательный знак в верхнем правом углу, и вы попадете на мой плейлист, посвященный данному инструменту. В этом плейлисте вы сможете найти другие видеоотчеты по Райт-Роботу, обзор, инструкции и все необходимые материалы. Если вам понравился данный инструмент, то изучите обязательно этот плейлист с другими видеороликами и узнаете много больше интересной и полезной информации об этом инструменте. И конечно же не забывайте принимать участие в моем ежедневном розыгрыше, который каждую неделю провожу для своих активных подписчиков и зрителей. Подробности этого родыша указаны по ссылке в описании к этому видеоролику. Там абсолютно нет ничего сложного, просто подписывайтесь на мой YouTube канал, смотрите видеоролики, ставите под ними лайки, пишите толковые комментарии и делайте репост этого видеоролика в какую-либо из своих социальных сетей. И вы автоматом становитесь участником этого розыгрыша и можете каждую неделю выигрывать халявную тысячу рублей. На текущий момент разыграл уже более 90 тысяч рублей среди своих активных подписчиков и зрителей. Поэтому принимайте участие в данном розыгрыше и зарабатывайте тысячу рублей каждую неделю на халяву. На связи был Павел Чернышов, и до встречи в следующем видеоролике, который выходит на моем YouTube канале каждый вторник и четверг в 18.00 по Москве. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok